Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Есть у святых отцов достаточно точное определение. Они говорят, что вера православная, в отличие от ереси, подобна курсу корабля, который надежно приводит корабль в гавань, от курса корабля, который неминуемо кончится кораблекрушением. И поэтому так важно знать основы веры и догматические положения, чтобы жизнь управить в сторону Царства Небесного. 7 февраля мы со всей полнотой Церкви прославляем память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, который наряду с его другом и современником, соратником Василием Великим и святителем Иоанном Златоустым именуются вселенскими учителями Церкви, великими святыми, давшими нам основу богословия и знаний о Святой Троице. После святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, юнейшего из всех учеников Христовых, и в то же время единственного, кто носит такое именование, богослов, то есть тот, кто учил о Слове Божьем, которое стало плотью, и святитель Григорий Богослов получил такое именование, сподобившийся сам и великих созерцаний откровений от Бога и овладевший способностью человеческим языком, сколько это возможно в человеческой природе, описывать существо Божие и тайну бытия Святой Троицы и воплощенного Спасителя Мира Иисуса Христа. Будущий святитель Григорий Богослов родился примерно в 325-329 годах в Арианзе, в родовом поместье отца своего, достаточно богатого, обеспеченного человека Григория, и матери праведной Нонны. Велико влияние матери на дитя, что она посеет, пока дитя еще не смышленное, еще не умеет говорить, а только смотрит доверчивыми глазами вокруг, такой плод и получат люди и общество. Какие напевы колыбельные, какие молитвы затронут нежные струны младенческой души, такие отзывы зазвучат и в душе взрослого человека. Многих угодников Божьих на путь святости наставили их матери. Это и Василий Великий, и святитель Григорий Богослов, святой Иоанн Златоуст, и наши любимые русские святые Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, многие-многие другие. Так в жизни святителя Григория не сказки услаждали слух ребенка, а рассказы о подвигах святых угодников Божьих, о стойкости мучеников христовых за веру, которых не могли сломить ни костры мучителей, ни дикие звери на аренах цирков. Так семена богомыслия уже в том нежном возрасте были заронены в душу ребенка. Он рос путливым, любознательным. Еще подросткам он задавал такие вопросы о Боге, о святой Троице, на которые не могли ответить и взрослые. В семье Григория были и брат Кесарии, и сестра Гаргония. И все члены семьи почитаются ныне как святые. О своих родителях Григорий впоследствии писал в цикле стихов о собственной жизни. «Матерь моя, наследовав от отцов богоугодную веру, и на детях своих наложила золотую сию цепь. В женском образе, нося мужественное сердце, она для того только касается земли и заботится о мире, чтобы все и даже саму здешнюю жизнь переселить в жизнь небесную. А родитель мой, прежде служа идолам, был дикой маслиной, но привился к стеблю маслины доброй, и столько принял в себя соков благородного корня, что закрыл с собой дерево и многих напитал медоточными плодами. Он сед в лосами и вместе сед умом, приветлив, сладкоречив, это новый Моисей или Аарон, посредник между людьми и небесным Богом. От такого-то родителя и от такой матери произошел я». Мать святителя Григория, блаженная Нонна, происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась двоюродной сестрою, святителю Амфилохию, епископу Иконийскому. Святая Нонна вышла замуж за Григория Арианского, богатого землевладельца, который под ее благотворным влиянием оставил свои иудейско-языческие заблуждения и принял святое крещение, и сам стал ревностным христианином. А впоследствии ее муж и отец святителя Григория, тоже Григорий по имени, был посвящен в Сан Пресвитера, а затем епископа Назианского и всецело посвятил себя служению церкви. По молитвам благочестивых Григория и Нонны у них родился сын Григорий, который еще до рождения был обещан матерью на служение Богу. Родители дали святому Григорию, а также и его младшему брату Кесарию, блестящее образование. После домашних занятий с дядей, епископом Иконийским, опытным преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс учения в школах Назианза, Кесари, Каппадокийской и Александрии. Юноша владел выдающимися способностями, а вместе с тем горячим благочестием. Узнав от матери о том, что он посвящен Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в целомудрии и чистоте. Наделенный исключительными способностями, прекрасной памятью, восприимчивостью, мальчик, а потом юноша, быстро усваивал науки. Превосходя сверстников разумом, он играм и забавам предпочитал чтение. Он жил в чистоте душевной телесной. Однажды в сонном видении Григорию предстали две девы в белых одеяниях. «Кто вы?» – спросил он их. «Чистота и целомудрие!» – ответили ему девы. «Будь, чадо, единомысленным с нами, тогда мы вознесем тебя на небеса и поставим близ престола Господня». С этими словами они стали подниматься, подобно птицам, в небо. Для завершения своего образования святой Григорий отправился в Афины. Это подлинно цитадель наук. Здесь он встретил и святого Василия Великого, с которым его соединила нерасторжимая дружба на всю жизнь. Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу, философию, математику и музыку, геометрию и астрономию. По завершении образования он некоторое время оставался еще в Афинах и преподавал ораторское искусство. Вернувшись из Афин под отче кров, Григорий предался молитвенной и созерцательной жизни. Удалившись от мирских забот и общественных треволнений, он тщательно изучал священное писание христианское и сам сочинял церковное песнопение. Так он мечтал провести всю свою жизнь. Но его отец, святой Григорий тоже, ставший к тому времени епископом Назианским, посвятил сына, надо сказать, вопреки его желаниям, в санпресвитера. Святой Григорий настолько был высокого и уважительного отношения к священному сану и себя вовсе не считал достоин его. Был потрясен, так что даже сбежал в провинцию Понт, в монастырь, к своему другу Василию и пребывал там, пока не улеглось его душевное волнение. Стремясь к иноческому подвигу, святой Григорий ушел из Назианза в Понт, где находился и его друг Василий Великий. Друзья вместе подвязались, работая над сочинением о правилах иноческого общежития. После смерти своего младшего брата Кесария святой Григорий Богослов возвратился на некоторое время из Понта вновь на родину, в Назианц, чтобы облегчить горе родителей. Он не только помогал отцу в церковном управлении, хозяйственных заботах, но разъяснил ему вред арианской ереси, в которой отец его не был совращен и вновь утвердил его в православии. По просьбе святого Василия Великого, бывшего в то время уже архиепископом в Кесарии Каппадокийской, святой Григорий в сане Пресвитера согласился принять епископский сан в городе Сосиме, где распространилась арианская ересь. При покровителе императора арианина Валента архиепископ Тианский Анфим, который тоже был арианином, не допустил святого Григория в Сосиму. Святой Григорий удалился в монастырь, где ухаживал за больными, а затем поселился вовсе в пустыне, ища безмолвия и созерцания. В это время отец святого Григория призвал его к себе, так как умерла и его дочь, святая Гаргония. По гребении сестры святой Григорий почтил особым надгробным словом. Подчиняясь воле отца, он помогал ему в оправлении Назианской епархии. Древняя Каппадокия, можно сказать, это монашеская республика, огромные города нам в наследие оставили древние иноки, труды и подвиги, которых знает лишь один Господь. Уже к престарелому отцу Григорию святитель Григорий вернулся в Назианс и до самой его смерти в 374 году помогал ему. После смерти отца Григорий некоторое время руководил Назианской епархией, но не считая себя в праве занять престол своего отца, удалился в Селевкии в надежде, что в его отсутствии будет выбран новый епископ. Однако по просьбе жителей Григорий вернулся в Назианс и продолжил управление церковью. Со временем умерла и упокоилась его мать, блаженная Нонна. А когда 1 января 379 года скончался и его друг и соратник Василий Великий, это настолько потрясло Григория, он писал, «И это выпало на мою скорбную долю услышать о смерти Василия, об исходе святой души, которым ушла она от нас и переселилась к Господу, всю жизнь свою превратив в заботу об этом». Впоследствии, будучи уже на покое, Григорий написал на смерть друга надгробное слово, ставшее одним из лучших его сочинений. После смерти святителя Василия святой Григорий, исполняя предсмертную просьбу, своего друга отправился в столицу, в Константинополь, для борьбы с ересью Македония, отрицавшего божество святаго духа. К святому Григорию, имевший репутацию блестящего проповедника, защитника никейской веры, то есть православной, собственно, веры, из Константинополя прибыла большая группа никейцев, и с просьбой быть в столице и поддержать их в борьбе против орианства и аполерианства. Григорий принял предложение и приехал в Константинополь. Город, который в течение почти сорока лет был в руках ориан и епископов и священства, которым принадлежали почти все храмы города, включая и Святую Софию, и Церковь Святых Апостолов. Григорий Низкий так писал о столице империи в тот момент. «Одни, вчера или позавчера, еще оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Други, кажутся, прислуги, неразбитые, сбежавшие от рабьей службы с важностью философствуют о непостижимом. Все полно этого рода людьми и улицы, рынки, площади, прикрестки». Григорий остановился в доме своих родственников и в одной из комнат начал совершать богослужение, то есть назвав это домовою церковью в честь Анастасии, то есть по-греческому «воскресенье». Почитаю, что от этого места именно здесь начнется воскресать православие Византийской империи. С неотразимой убедительностью опровергал он все доводы еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви. Слушатели волновались около епископской кафедры, громко выражая знаки одобрения и записывая слова святителя. Горячая проповедь святого Григория, его глубокое знание и столкование священного писания, его собственная праведно-христианская жизнь привлекали к святителю все больше и больше паствы. Ему удалось добиться значительного ослабления еретиков. Но в это время возникла и новая ересь – Аполлинария, учившего, будто Христос при своем воплощении не был совершенным человеком. Святитель Григорий мужественно вступил с разоблачением этой ереси. Тогда еретики попытались оклеветать святителя перед властями, изобразив его как организатор мятежей в городе, подстрекая толпу, побить камнями святителя. Святой Григорий стойко выдержал все испытания и добился посрамления еретиков. С момента приезда в столицу Григорий подвергался неоднократно преследованию со стороны Ариан. В Великую Субботу 379 года, когда святой Григорий совершал таинство крещения в своем храме, в него ворвалась толпа Ариан, среди которых были константинопольские монахи, и начали требовать изгнания Григория, а потом стали кидать в него камни. Григорий был отведен городским властям, которые, хотя и были неблагосклонны к нему, но не поддержали Ариан, и Григорий остался в Константинополе. 24 ноября 380 года в Константинополь прибыл император Феодосий, который своим приказом передал в руки православных кафедральный храм 12 апостолов и Святую Софию. После разговора с Григорием император Феодосий решил лично ввести его в храм Софии. По воспоминаниям святого Григория император завершил разговор с ним следующими словами. «Через меня, — сказал он, — Бог дает тебе и твоим трудам этот храм». 27 ноября Григорий вошел в храм, когда он уже скрылся в алтаре, на пасмурном небе вдруг появилось солнце, и народ, расценив это как особый знак Божий, начал требовать верить Григорию Константинопольскую церковь. Это полностью соответствовало и планам императора Феодосия. Григорий согласился. Для его утверждения на кафедре и решения вопросов, связанных с ересями, был созван церковный собор, получивший название Второго Вселенского Константинопольского собора. Собор открылся в мае 381 года в присутствии императора Феодосия. Председательствовал на нем Милетий, старейший патриарх Антиохийский. С самого начала собор решил вопрос о замещении Константинопольской кафедре. Был осужден Максим Киник, пытавшийся при поддержке Александрийской церкви захватить Константинопольский престол, но Григорий Богослов был признан законным архиепископом Константинопольским. При осуждении собором Орианства и других ересей Григорий в своем слове дал удивительное следующее изложение догмата троечности. Безначальное, начало, и сущие с началом, есть един Бог. Но безначальность или нерожденность не есть естество безначального, ибо всякое естество определяется не тем, что оно не есть, но что оно есть. Имя безначальному – Отец, началу – Сын, сущему вместе с началом – Дух Святый, а естество в трех – единое – Бог. Единение же – Отец, из Которого и к Которому они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним и не разделяя между собою ни временем, ни хотением, ни могуществом. После обсуждения собор в своем первом правиле предал анафеме ересь Евномиан, Аномеев, Ариан или Евдоксиан, Полуариан и Духоборцев, Савелиан, Маркелиан, Фатиниан и Аполлириан и подтвердил никейский символ веры. Символ веры – это краткое изложение основ веры нашей. И в то же время это богодохновенный гимн, который ежедневно церковь поет в своем богослужении. Для каждого христианина очень важно знать символ веры и понимать его смысл. Во время собора скончался его председатель, святитель Милетий, и Григорий занял его место. В это время на соборе возник вопрос о замещении антиохийской кафедры, оставшейся вдовствующей после смерти Милетия. Участники собора разделились, и в итоге возникло некое разногласие. Не в силах одолеть святителя на поле брани духовной, еретики подбивали темных людей на злые дела и находились такие отчаянные головы, что пытались его убить. Однажды святитель Григорий после литургии выходил из собора. Внезапно к ногам его пал некий юноша и, целуя его ноги, умолял простить. «За что? В чем согрешил ты, брат?» спросил святитель, либо видел его в первый раз. Но юноша плакал и молил о прощении. Святитель обвел толпившийся у крыльца собора народ вопросительным взором. Тогда кто-то из бывших ариан открыл ему тайну юноши. Именно он должен был убить святителя, но не решился. А сейчас ему стыдно признаться в этом. Но с таким грехом на душе жить еще тяжелее. Святитель Григорий поднял юношу с земли, возложил ему руку на голову и произнес. «Господь наш Иисус Христос, да простит тебе твои грехи, возлюбленный сын мой. Помни, что сказал он блуднице, иди и больше не греши». Народ дивился незлобью святителя, отвечая ему еще больше любовью. Время, когда жил Григорий Богослов, отмечено не только многочисленными ересями, почему церковь так важно и отбивалась от нашествия инакомыслящих, но старалась соблюсти истину в ее первозданной красоте, как Бога откровенное учение. Но возникли и новые течения в Богословии. Представители его вопросы веры хотели подчинить разуму, то есть во всем логически и доказать. Святитель Григорий ярко показал непроходимую пропасть, лежащую между ограниченным человеческим умом и бесконечным непостижимым Богом. Святитель Григорий Богослов навсегда останется в истории церкви, как светоч веры, глубокого ума, как гений высокого молитвенно-поэтического слова. И действительно, он был очень тонкой натурой. Он оставил нам в наследие огромные поэтические труды. Нередко он и свои догматические сочинения писал как поэма в стихах. Он дал законченное догматическое толкование о лицах Святой Троицы. В его изложении учение Святой Троицы дано с необыкновенной полнотою и ясностью. В последовшие века, после кончины Великого Святого, все богословы лишь разрабатывали и углубляли то, что сказал Он, то, что Сам Господь открыл, и Ему, а Он силой верующего сердца и вдохновенного труда облег это в человеческие слова, украсил силой своего поэтического дара. За всю свою жизнь Святой Григорий никого не обидел, никому не причинил зла. «Любивший уединение, он в течение жизни был всегда окружен людьми. Самоотверженный и верный друг Василия Великого, ходатай за бедных и угнетенных, всегда ставивший выше своих личных устремлений верность долгу перед Церковью, таким остался в памяти почитавшего православного народа Святой Григорий Богослов». После обвинений, которые на него воздвигли в Константинополе, Григорий вернулся в родной Назианс, где по просьбе городских клириков вновь возглавил Назианскую епархию, не переставая просить епископа Тиранского снять с него эту обязанность. В 383 году здоровье Григория ухудшилось, и Феодор Епископ Тиранский назначил Назианскую кафедру хор епископа Евладия, родственника святителя Григория. После этого назначения Григорий уже смог спокойно удалиться на покой в свое фамильное имение Арианс и посвятить себя литературному труду. В этот период Григорий, кроме богословских сочинений, пишет и подробную автобиографию. Он много путешествовал по обителям, жил в Ламисе, Сак-Навадаике, Корвалах. Скончался святитель Григорий 25 января или 7 февраля по новому исчислению 389 года, где и был похоронен в Арианзе. В своем завещании Григорий, исполняя волю отца, отдал свое фамильное имение епархии ближайшим друзьям завещал денежные средства и предметы одежды, а также распорядился дать свободу своим рабам. В 950 году при императоре Константине Багрянародном мощи святого Григория были перенесены в Константинополь и положены в церкви святых апостолов. «Пастырь добрый душу свополагает за овец своих», говорит нам в Евангелии сам Христос. Если мы посмотрим на двух друзей и соратников Василия Великого и Григория Богослова, то святитель Григорий как будто полная противоположность Василию Великому. Если тот был строгим и подчас даже строго наказывал за отступление, то святитель Григорий был очень милостивым пастырем. Он и сам не искал какой-то власти и старался от нее уклониться, разве только по нужде, с тем, чтобы не стал еще большим злом период безвластия. И оставив нам огромное богословское наследие, а самое главное – образ святости, которая как будто свеча, вся устремлена к небу, и вся пламенно горит любовью к Богу и к ближним, что и мы, взирая на этот святой образ, должны подражать Ему.